Николай Григорьевич, а вы с Валерием Залужиным до полномасштабного вторжения были знакомы? Конечно, подготовка власти, но нужно было время и возможности, потому что в данный момент еще для таких масштабных операций нужно было, конечно, разворачивание, и нужно было новая техника, вооружение, подготовка подразделений, которые закрывали стратегические направления. Вот это, я считаю, нужно было делать несколько лет еще до масштабного наступления. Что делать, часто неэффективно. Не часто, надо сказать, мы готовили очень мощное подразделение в силу специальных операций, очень четкие модели, которые обеспечивают поставку вооружения и техники, в первую очередь, украинского, ВПК, они просили там живели на 36 штук, или там больше, которые не решали задачи, а, например, корсары, десятки тысяч штук, которые бы от каждого бойца давали возможность уничтожить и танки, и БТР, и БМП, и САУ, что угодно. Вот так, да, действительно, были определенные вещи, которые нужно было готовить. Но я думаю, что эти итоги пройдем после войны. Сейчас задача выиграть войну, победить. Поэтому заложенный, церковь, вся команда вместе с президентом должен действовать в едином ключе, защищая страну, используя передовые технологии, новейшие возможности и огневых средств, разведки, и тем более, очень мощный формат подготовки наступательных операций. Это нестандартный, в первую очередь, который несет не только дезерантацию противника, а эффективно наступательные операции с традиционного уровня. Это задача сегодня заложенного, задача всех командиров и гигерштаба в целом. Вот еще о Бахмутском направлении. Силы оккупантов сообщили о ликвидации сразу двух полковников на Бахмутском направлении. Они вроде как командовали лично оккупантами. Такая необычная немного новость, потому что, как вы считаете, вот почему эту информацию решили подтвердить официально и сразу о двух, то есть, да, старших офицерах? И примечательно ли то, что они лично командовали, ну, непосредственно оккупантами, или это обычная ситуация на фронте? Ну, как правило, гибнут разные, конечно, командиры, но очень часто, если потеря такого уровня, это, как правило, ЧП. Потому что командиры бригад, дивизий, например, корпусов, это, конечно, уже золотой фонд армии. И недаром говорят и разведчики, и мы сами ориентируем, что именно российская армия страдает именно большим отсутствием командиров среднего и высшего звена. Они просто-напросто или уничтожены, или не привлечены к военным операциям. Вот, и мы помним, что попытка была обвинить как раз высший командный состав в преступлениях, ну, и, конечно, отстранялись. Ну, в данный момент как раз вот это звено бригадного уровня, корпусного, там один из полковников, это один из руководителей корпуса по политической части. А комбриг, это, конечно, боевой командир, который должен выполнять конкретные тактические задачи. Это потеря существенная, это невосполнимо и в плане быстрой замены, а самое главное в морально-политическом формате. Это ударяет, когда уже таких командиров уровня уже убивают. Это, конечно, системно влияет на состав именно бригады, ну, и в целом даже на этом секторе, даже на фронте, потому что она быстро распространяется. Я думаю, что подтвердили, потому что скрыть это практически невозможно. Все об этом знают и скрывать долго, это еще раз показать, что где-то пытаются что-то обмануть. И поэтому решили пойти на подтверждение такого факта. Давайте еще о крупных потерях. Вот недавно попробуем разобраться в этой ситуации, которая получила свое продолжение. Одна из самых крупных потерь российской авиации за один день, чуть ли не за последние полстолетия. В воздушных силах Украины подтвердили падение на территории Брянской области даже не двух, а трех военных вертолетов, а также двух российских истребителей. Су-34 и Су-35. Ликвидированы все девять членов экипажа, никто не выжил, включая пилотов. И украинские силы обороны пока что ответственность на себя за это не взяли, хотя вот на любительских видео, которые попали в сеть, там четко видно в небе след от, ну, вероятно, от выстрела зенитно-ракетного комплекса. То есть, ну, главная версия это все-таки сбитие этих бортов. Аналитики некоторые уже называют это воздушной засадой. Вот хотелось бы, чтобы вы объяснили, во-первых, что это означает, что такое воздушная засада. Ну, и вообще, как вам видится эта ситуация? Какие могут быть причины такой, ну, одномоментной потери аж пяти авиационных бортов? Ну, в первую очередь, конечно, мы не будем поддерживать одной версии, потому что сегодня, конечно, говорить очень конкретно, это не на пользу нашим, так сказать, вооруженным силам. Но мы действительно подтверждаем Су-35, Су-34, Су-35 это самый лучший в Российской Федерации на рынке в Китае, когда продавался 120 миллионов долларов. Это очень большая сумма, вот, соответственно, другой также высокого класса и вертолеты. Такого одномоментного удара не было, поэтому тут есть несколько направлений. С одной стороны, мы задействуем определенные средства, которые бьют уже до 300 километров, и могут носить удары. Это одна из версий, но пока мы не подтверждаем, это как бы объективная возможность. И вторая, конечно, это проведение операций по дезориентации противника, и то, что сказал именно пресс-секретарь вооруженных сил Игнат, что это удары против воздушной обороны России. И почему они ошиблись? Как правило, они ошибаются. Есть модель свой-чужой. Но когда именно вносят дезориентацию различными способами, или радиоэлектронно, или оперативно, через разведку, противнику, кажется, что это цель, возможно, Украины. И они принимают свои цели за цели наших вооруженных сил и наносят удары. И тут, как сказал Игнат, это мод, дружественный огонь. Крупный, когда они не ожидали, когда система противодействия не заточена на как-то выявление, нанесение ударов, и, соответственно, среагировать никто не смог. Поэтому, если это реальная версия, она также не появилась от фонаря, как мы говорим. То есть, она всегда живет на каких-то действиях, а действия, кроме ракет, как мы говорим, ракетно-зениты, потому что это территория не Украины. Тяжело достать, я прямо скажу, туда. А вот российские средства, это да. Но для того, чтобы их направить на свои же самолеты и вертолеты, это нужно провести глубокую оперативную комбинацию. Задействовать разведке радиолокационных систем и систем управления, которые дезориентируют противника и покажут, что это чужая цель, его нужно сбивать. И этот вариант возможен. Это рассматриваем как одну из ведущих версий. Поэтому в данной ситуации имеем на лицо успех все-таки вооруженных сил и спецслужб Украины. И конкретный результат, что уничтожены мощный формат, который шел на наши территории, на наши войска. И, конечно, еще очень важно, кроме железотехники, очень дорогого, уничтожить 9 пилотов, это дорогостоящие вещи. Подготовить только пилота нужно 4 года, это элементарно, молодого. А если еще с боевым опытом, я думаю, что лет 10. Поэтому восполнить именно летный состав быстро невозможно. О том, что это может быть дружеский огонь, об этом сказал и военный преступник Пригожин. Но он аргументировал как. Мол, российская система противовоздушной обороны может быть причастна из-за того, что все эти борты, они упали. Можно очертить круг, и радиус его будет около 20 километров, в котором были сбиты эти цели. И вот он говорит, что как раз, судя по размещению средств противовоздушной обороны России, очень вероятно, что так и произошло. Вы говорите, что могла произойти ошибка. И ведь действительно, вот эти вертолеты, насколько я понимаю, и насколько я разобрался, они как раз и предназначены для того, чтобы оказывать поддержку этим истребителям. Как раз, то есть, они предназначены для того, чтобы противовоздушная оборона, ей было сложнее засечь как раз эти истребители. Они излучают, насколько я понимаю, какой-то сигнал, который перебивает сигнал радаров ПВО. Или зачем там были вертолеты? Можете объяснить? Ну, вертолеты сопровождения, потому что они и радары, и сориентируют радары. Они наносят удары по тактическим зонитным ракетным средствам. Они ниже летят, они невыявляемы, они их ракетами обстреливают и, конечно, выводят из строя часто. Дезориентируют нашу систему ПВО, если мы говорим электронную, и, конечно, удары по огневым точкам. Это трое составляющие. Но я еще раз подчеркиваю, возможный вариант, что мы провели операцию и дезориентировали российские и системы ПВО электронно. И оперативно ввели информацию, что Украина будет наносить удар по территории Брандской области. И все было заточено на атаку. И тут атака состоялась только российскими средствами, которые попали в систему снижения и обнаружения российских ПВО, а они наносили удар по своим. Этот вариант может быть. Но это может не просто случайность быть, а хорошо спланировать подготовленную операцию. Надеюсь, что это так и было. Да, я тоже. Просто напоследок уточню. То есть вот дезориентировать, получается, системы противовоздушной обороны эти вертолеты могли не только как бы украинские ПВО, но и российские, правильно ли? Конечно. Так об этом речь идет. Они залетели на низких высотах. Все было на то рассчитано. Что они дезориентируют именно свои системы. Те воспринимают, что это атака украинских систем, в первую очередь вертолетов. И тут же летят самолеты. Паника. Никто не разобрался этой паники. Тем более, если оперативная информация есть о том, что это Украина планирует. Все готово. Заточено на нанесение ударов. А тут мы поставляем их же самолеты и вертолеты. Все. Этот вариант работает. Вообще, действительно, если, как говорил Подоляк, прелюдия к наступательной операции, то вообще выстраивается такая очень интересная цепь, связанная с воздушной составляющей этой войны. Удар дроном по Кремлю, да, ну, опять-таки, до сих пор непонятно достоменно, кто это сделал, да. Удар беспилотника по Кремлю, потом сбитие гиперзвуковой ракеты, кинжал на территории Украины, системой Патрио. То есть, потрясающее такое значимое событие. И вот поражение сразу пяти воздушных целей за раз. Ну, явно есть проблема, да. Ну, еще, еще же мы говорим о Луганске. Это удар-шторм. Именно удар как раз по аккредитской инфраструктуре, по промышленным объектам, по военным объектам на этой территории. Они тоже трансы, в испуге. Там же начали кричать о том, что это недопустимо, что это повысит градус войны, песков, что этот формат, это фактически уже угроза всем войскам на оккупированной территории. Даже стратегический объект на российской территории. И, соответственно, особенно важно Крым. Это Черноморский флот, это Крымский мост. Поэтому это еще одна составляющая, которая напрягает уже и политический руководство России, и, конечно, в нее уносит панику военным российским войскам. Давайте вот об этом подробнее. Отставной генерал Бен Ходжес, которого часто цитируют и украинские, и западные СМИ, он заявил, что как раз передача британских ракет Storm Shadow даст Украине возможность сделать Крым просто необороняемым для российских сил. Для наших зрителей, напомню, у нас были Хаймарсы, и мы совершали большое количество очень точечных ударов. Рассказывали про то, что Хаймарс залетал на совещание к оккупантам на оккупированных территориях чуть ли не в окно. То есть было очень точное, были наносились удары. Но расстояние не могло превышать там около 70 километров. Теперь Storm Shadow может достигать целей за 300 километров. То есть это, ну, огромнейший, сильно увеличивается расстояние в глубокий тыл оккупированных территорий, где украинские силы обороны могут доставать там и склады, и командные пункты. И самое главное, конечно же, в этом контексте, это то, что мы вот просили атакамсы, да, и все время нам отказывали, говорили, что мы будем наносить удары вглубь российских территорий. Ну и опять-таки может быть нанесен удар по Крымскому мосту. Ну, теперь же Storm Shadow в итоге тот же Крымский мост ставит под огромный вопрос. И вообще это логистика с железнодорожным сообщением Крымского моста просто теперь постоянной угрозой. Я правильно понимаю? Да, мы об этом говорим, что это изменение стратегической позиции в войне. Мы можем наносить удары по стратегическим объектам в глубине. Это аэродромы, это пусковые установки, это, так сказать, огневые установки типа ураганы, грады, смерчи, которые будут на 30-40 километров. Это, конечно, все резервы, которые могут двигаться на железных дорогах, автоколонах, соответственно, колонах танковых, сау, там и тому подобное, на узничном или на колесном ходу. Это морские транспорты, которые будут передвигаться. Это мосты, включая Крымский мост. И это Черноморский плот. То есть вся модель, которая была недосягаемая нашим войскам, и они действуют без кармы, как мы говорим, без каких-либо перспектив. Мы сейчас можем уничтожать и в момент пуска, до этого, до момента подготовки, момент слаживания, момент направления на фронт. Это когда они еще не воюют и не готовят к войне. И, соответственно, так же само уничтожать боеприпасы, нефтебазы. Вот если мы говорим о Черноморском флоте, уничтожение нефтебазы и калибре на железной дороге, это фактически превращает эти корабли и даже подводные лодки в посудины, без ничего, бесцельные. Но если мы говорим о конкретных наступательных операциях, это уничтожение и логистики, как раз больших запасов и боеприпасов, и, конечно, резервов. А фронт остается голый. Как вот кричит Пригожин, так это он так еще, в общем, кричит. А когда это будет реально, это все. Им нужно или бежать, или сдаваться. Если пойдем по югу, параллельно будем удары носить по Черноморскому флоту, по Крымскому мосту, по передовым позициям противника и пойдем по отступающим по пятам, если они еще там успеют побежать, это фактически мы заклопаем ловушку вот на том-то Чернгаре. Дальше уже нет. Черноморский флот перекрываем огнем, Крымский мост будет перекрытый. И никакие все эти движения, как они там создают, именно паромные переправы, не сработают. Там будет миллион людей бежать оттуда. Россиян, которые переместились с России в Крым. Это будет, как еще раз говорю, гражданская война. Прыгать в море. Поэтому в панике там ничего не организуешь. Тем более эффективные удары, они дезориентируют всю систему. И военную, и морскую, и, соответственно, логистику. Потому что там уже не управляемая ситуация. Вот к этому нам нужно привести. За счет именно Штормшейл, за счет именно Хаймерсу, за счет именно М270, который бьет на 80 километров также. За счет именно высокоточного вооружения техники, которые мы сейчас получили от всех союзников. И Зеленский еще раз поехал и в Италию, и Германию, и Францию. Для того, чтобы дополучить все, что нужно. И дополнительно, помним, как 2,7 миллиарда евро уже сегодня Шольц объявил. И там конкретные танки, леопард, айресы, там гаубицы, самоходные установки, боеприпасы. Это новые дополнительные пакеты, которые нужны для наступления. И боеприпасы, которые нужны, их немедленно, прямо скажу. Вот сейчас этот вояж, он с этим связан. Завершить модель поставки, полное оснащение, получение дополнительно из промшейл и самых новейших средств, которые есть. И самое важное, получить этот миллион боеприпасов, которые обещала Европа в ближайшее время. Это перспектива успеха. И не только на Бахмутском направлении, а по всей линии, так сказать, введения фронта. И особенно на прорывных направлениях. Это будет наше время. Рамотно спланировать операции, ленировать все силы и средства, подготовленные уже, обученные 45 тысяч за рубежом. Это то, что сегодня мы ожидаем. Я думаю, что перспектива в ближайшие недели, месяцы будет очень эффективна. Николай Григорьевич, а вот еще вопрос по Штормшедоу. Насколько эффективна будет система противовоздушной обороны россиян против таких ракет? Видим, что у них проблема-то и с дронами. А что, если говорить о вот этих ракетах, которые на 300 километров летят? Если, допустим, атаковать тот же Крымский мост, насколько, опять-таки, вероятность велика, что будут сбиты эти ракеты? Ну, а я хочу сказать, что простых решений не будет. Как правило, если очень важные стратегические объекты, типа моста, или там очень мощные ракетные пусковые установки, или стратегические бомбардировщики, будут задействованы очень комплексные программы и дезориентации, куда летит, могут лететь совсем другие объекты, когда все силы противовоздушной обороны будут нацелены на другие направления. С другой стороны, могут быть проведены отвлекающие операции, например, диверсантов, например, удары дронами. Удары, так сказать, другими системами. Передвижение плавсредств. То есть противника могут дезориентировать по многим десяткам направлений. И еще один момент. Это концентрация очень мощных усилий, которые именно будут отвлекать систему ППО. Например, летят разные беспилотники разных типов, с разными задачами покрывают всю модель. Летят снаряды, ракеты также где-то в ближайшее время. Но и летят штромшеду, которые запускают предварительно первый заряд, который также на себя отвлекает ППО. И основной заряд, который наносит удар по тому же мосту или по строительственному объекту. То есть это сегодня уже война высокоточного вооружения и искусство ее применения. Вот тут, как грамот наши применят, используя перспективы, а их можно применить, любой объект будет поражен. Несмотря на любые там системы ППО. Мы видим, как пролетают на тот же Мичуринск, Энгельс, особо важные объекты. Я уже не говорю о Москве. Поэтому в данной ситуации неприступных крепостей нет, я прямо скажу. Грамотное использование всех сил и средств, которые сегодня имеются высшего класса и массового. Это перспектива успеха по любому объекту, включая мост. Друзья, напишите ваши прогнозы в комментариях. Также ваше мнение о том, как именно Россия потеряла сразу пять воздушных суден в Брянской области. Какой вариант вам кажется наиболее вероятным. Возможно, почитаем ваши комментарии в последующих интервью. Так что ждем вас под этим видео. Ну и лайк этой беседе уже можно ставить, друзья, если не сделали этого вначале. Давайте еще поговорим на одну тему, которая в последнее время активно обсуждается и в соцсетях. В том числе это, конечно, состояние здоровья Александра Лукашенко. Значит, опять вот не появился он на праздновании Дня государственного флага. Ранее журналисты подсчитали, что с начала мая он побывал только на парадах в честь 9 мая в Москве. Но там он не досидел до конца и не побывал на завтраке с другими лидерами УДКБ. Поехал сразу в Минск. Там вроде присутствовал на праздновании, но не сказал ни слова. Вместо него выступал министр обороны. В итоге, значит, не появился сегодня, да, на дне государственного флага. Пока что официально не подтверждается проблема со здоровьем. Видим лишь какие-то инсайды со ссылками на белорусских чиновников. Однако, если говорить о том, что может произойти в Беларуси в случае смерти Лукашенко и как это может отобразиться на Украине, как вы считаете? Ну, первое, конечно, хочу озвучить две версии. Первая версия, это реально, так сказать, плохое состояние. Лукашенко, соответственно, не может справиться с ситуацией. Может быть, ну, ковид, как говорят там, или какие-то другие заболевания, которые дают ему прецедивы на сердце, на другие средства. Он, конечно, не молодой. Ему находится очень в стрессовой ситуации. То, что он там рассказывает, что он там как бы воспринимает все реально, что он такой боец, это далеко не так. Я знаю лично и у него там, так сказать, свои фобии. Поэтому в данный момент это первая составляющая, но именно очень, так сказать, сложно сегодня спрогнозировать, насколько долго удерживается режим. Сегодня все его окружение, и особенно КГБ Беларуси, Совет Безопасности, это напрямую связано с Российской Федерацией. Это генералы-офицеры России, они же параллельно и офицеры-генералы Беларуси. Вот поэтому их Россия держит под контролем и будут пытаться держать. Им потерять Лукашенко, а самое главное, потерять режим Лукашенко, и даже без Лукашенко, это смерти подобно. Это восстание, соответственно, может быть беларусов, это выход с Союза и это удар спину. Потому что это еще один фронт, может быть. Или в крайнем случае это прорыв этого направления, это лишение сил и средств на это направление, это недопущение каких-то возможностей. Вот оккупировать Беларусь, это большой риск, потому что тогда уже беларусы будут понимать, прямая оккупация в Украине и прямая оккупация уже в Беларуси. Вот тут уже будет дело и оппозиции, и народа, и части военных, которые скажут, нет, этого не может быть. Путин будет пытаться удержать режим. Вот за счет вот этих преемников. Там есть модель в военное время, а там может быть военный стан. Именно Совет Безопасности берет на себя ответственность, а секретарь Совета офицер России, который генерал, вот поэтому может держать этот режим. Ну и, конечно, второй вариант, это активизация оппозиции под предлогом того, что Лукашенко ушел. Конечно, нужно, кто эффективнее сработает? Или россияне с этими местными генералами, или все-таки оппозиция, и поднимет народ под угрозой войны реальной со стороны России и каких-то захватов просто государства. Вот тут будет борьба. Я думаю, что она начнется. Но вам какой вариант кажется более реальным? И второй вариант, и второй вариант, очень важный. Я думаю, что он сегодня приоритетный. Вся демонстрация болезни – это игра Лукашенко. Он понимает ситуацию, что Путин проигрывает. Он ожидал продвижения на Бахмуте, Авдеевке, Вугледаре, и другие удары. Как обещалось, мы еще не начинали, начнем. И там, где решающие бои, там брошено все, что можно бросить, и ничего нет. Это для Лукашенко очень четкий ориентир. И он понимает, что нужно отвечать. Мало того, Путин его все больше присутствует открыть фронт. Он, конечно, не соглашается. И с другой стороны, он уже пытается маневрировать. Там ведет переговоры с Ельзипином, пытался с Эрдоганом, если бы он там остался, как бы начать мирный процесс. Но подыграть и Путину, с одной стороны, еще живой. А с другой стороны, и с ними поработать на перспективу, что именно Лукашенко был миротворец. Не допустил, например, войны со страной в Евросоюзе. Не допустил ядерного оружия, например. То есть он сыграл еще громадную роль, сохраняя мир. И даже в отношении Украины, как бы, миротворец. В кавычках беру. Хотя полный соучастный. Прямо говорим. Поэтому сейчас, имея такой формат, он никаким способом не мог отойти от Путина. Только болезнь. Только болезнь. Даже поездка на 9-е. Всем же поставлено было задачей, по оперативным данным, странам СНГ-лидерам, прибыть живым или мягким. Это прямо скажу. И Лукашенко особенно. Представляете, чтобы он не появился на параде. Это удар прямой по Путину. Это еще мог бы в Токаевне появиться. Там он особую позицию занимал. Но он приехал, потому что он там экономический перспектив. Думает, да, уйдет Путин. Все. Вот опять мы там имеем приоритет экономический. Сейчас ссориться не надо. А вот Лукашенко, это знаковый момент. И поэтому он даже, якобы, болен. Он показал, что он особо болен. Поэтому и мог даже двигаться по Красной площади. Там особенно дали ему электромобиль. Вот. И дальше продолжил эту тему болезни. Он в таком состоянии не может действовать. Он не способен даже не обращался к военным. Даже не вышел на день к лагам. И поэтому, ну да, это реальная болезнь. И он демонстрирует, что Путин сейчас не мог задействовать все ресурсы свои. Для того, чтобы поддержать его и в стратегии, и в военной сфере. Ну, а тем более, даже в политической сфере он неэффективный. Так как он пока на удар в стране жертвует. Что он не участник таких процессов, где раньше он обязательно был. И подменом Минобороны его, Министром обороны. Или премьер-министра. Это было недопустимо. Сейчас ради таких игр он готов пойти на такие действия. И поручил выступить этим лицам. То есть этот формат имеет право быть. И уже мог Лукашенко играть в свою игру. Да, он таким пассивным форматом. Но не наражаясь на какие-то стратегические противостояния. И с Россией. Ну что, с больного человека возьмешь. И, соответственно, уже игра с третьими странами. Ну, включая сигналы Украине с Западом. Что он уже не готов к каким-то радикальным, тем более военным действиям против Украины. Потрясающе интересно. Друзья, какая версия вам кажется наиболее реальной? Напишите об этом тоже в комментариях. Почитаем их обязательно. Очень любопытно услышать ваше мнение. Николай Григорьевич, на финал не могу не уточнить. Вы сказали о личном знакомстве с Александром Лукашенко. А может, припомните какой-то разговор, который может его каким-то образом раскрыть как личность, так сказать. Или ваше личное впечатление о нем. То есть, все-таки человек пытается, всегда пытался вести какую-то свою игру. Как у вас складывается впечатление? Он пытался вести пробелорусскую позицию, но в своем понимании. Что он единственный лидер. Что он именно сам почитаемый среди белорусов. И он ведет Беларусь правильно. Даже независимо от России и других участников. Вот. Сохраняя какие-то модели дружбы с Россией, с Украиной, с СНГ. И мне говорится, что даже с Западом. Но и с Китаем, третьими странами. У него много векторная политика. Но в интересах Беларуси. Но он всегда очень жестко относился, как диктатор, к каким-либо угрозам. Потенциальным. Это начиная от физического устранения, заканчивая политическим процессом период выборов. Когда он понимал, что он мог проиграть. Поэтому он работал как раз жестко. Авторитарно. Ну, как авторитарный лидер. Уничтожая оппозицию. Это был, я бы так сказать, момент зацикленности. Он всегда видел, что именно какой-то оппозиционер. Даже низкого уровня. Который не имел рейтинга, например, друг, второго, третьего. Но он где-то угрожает. Его нужно заценить в тюрьму. Или нейтрализовать. Вот это диктаторские замашки. Всегда подозрительность. Работа на упреждение в отношении оппозиции, оппонентов. Каких-то неверных, как он дал соратников. Он же неоднократно убирал их. Одно. Это его эндроге. И второй момент. Это то, что он всегда как-то не доверял. И относился к западному вектору как к врагам. Это была также установка, что постоянно Запад претендует сместить его. Заместить какую-то оппозицию, контролируемую Западу на деньги Запада, спецслужб. То есть это у него был момент истины. А Украина якобы является где-то там под контролем Запада и играет на эту роль. Ну и он относился всегда подозрительно к системам демократии в России. Даже раски, которые тут были в определенное время, он называл, что это неправильно. Что это расслабляет Украину. Это дезориентирует общество. Ну и, конечно, у него было особое отношение к национальному вопросу. Что тут могут националисты, которые захватывают именно власти, входят в культуру, контролируют именно целые регионы. Ну и даже в отношении нашей культуры музыкальной. Он говорит, вот ты, бандура, это националистический инструмент. Например, такие были выпады. Прямо лично. Вот те, что там поют, это что-то тоже там не национальное как бы искусство нормальное. А что-то такое подозрительное. То есть, это нужно было обратить внимание, что там, может быть, опасно для стабильности в обществе, для где-то жесткой организации самой экономики, культуры. Все было построено, контролируемо, прогнозируемо. Порядок такой у него должен быть. И он это взборял и строил в Беларуси. В некоторой степени ему кое-что удавалось. И в Беларуси, и в Минске, и в других регионах. Там это все отработано было. И построено, вычищено. Но все под такой авторитарный режим. А для вас, как в прошлом главе службы внешней разведки, стало чем неожиданностью? Или вы так и думали, что Лукашенко все-таки не решится на то, чтобы отправить именно свои войска воевать в Украину? Если бы еще, например, до начала полномасштабного вторжения вас бы спросили о вероятности такой, вы бы скорее на что поставили? Я бы сказал на то, что он, соответственно, не согласил бы, чтобы направить полномасштабно свои войска. Потому что он ослаблен, особенно последними выборами. И угроза именно восстания и ее пиковой ситуации, когда началась бы война, начали массово гибнуть белорусы. Это перспектива его смещения. Он это прекрасно, он имеет чуйку на эту ситуацию, когда есть реальная угроза, и ему нужно рисковать. Он, конечно, рисковать до конца не будет. И он не рискнул. Он подыграл Путину, потому что это тоже риск, не поддержать Путина. Он очень жестко зависит. И в плане режима, и в плане личностного, и финансового, и экономического, и энергетического. Понятно, полная зависимость. Но, с другой стороны, рисковать с собой и жизнью он тоже не будет. Поэтому была позиция у меня, что он не пойдет на войну. Но он подыграет Путина во всех путинских программах войны против Украины.